Продолжение следует... Всем интересно, сколько зарабатывает таргет. Блин, что? Я сейчас его тут про деньги развожу. Расскажи немножко о себе. Я занимаюсь работой в отделе, которая занимается анализом данных, больших данных, в рекламном департаменте Mail.ru. Соответственно, моя группа непосредственно строит предиктивные модели, которые потом можно использовать в рекламе или в каких-то партнерских проектах. Расскажи немножко больше, что такое предиктивные модели. Чем мне нужны, чем они занимаются? Есть такое понятие, как таргетирование аудитории. Вот можно старгетировать аудиторию по полувозрастным характеристикам, в частности. То есть, допустим, хотим рекламировать какой-то товар, которым, скорее всего, заинтересуются женщины определенного диапазона возрастов. Это простое таргетирование. А можно его сделать более четким и добавить туда элемент того, что эти женщины, такое условие, эти женщины там очень любят как конкретный стиральный порошок. То есть они, например, чистюли. И вот эту информацию о том, что эти женщины чистюли, ну, будем так говорить, ее можно получить в результате анализа каких-то априорных данных. То есть мы из какого-то источника узнаем, что вот у нас есть 10 тысяч, например, выборка, 10 тысяч женщин. Половина из них чистюли, половина из них не чистюли. И вот можно построить бинарный классификатор, который будет отделять первых от вторых. И потом его уже распространить на всю аудиторию. Ну, в твое время, наверное, когда ты начинал, эта область была несколько меньше. Сейчас она разрослась, и, наверное, охватить ее достаточно сложно. Что ты порекомендуешь молодым специалистам, которые хотят ей заняться, и как вот туда прийти и стать представителем группы? Мы говорим о том, что сейчас называют data science, вот об этом. Я бы рекомендовал людям в первую очередь, надо быть специалистом в программировании, в математике, в теории вероятности. То есть получать глубокие знания, которые можно применять и стараться их активно применять для решения задач. А потом уже постепенно накапливая опыт решения таких задач, и получая доступ к более сложным задачам, уже свой опыт и умение, мастерство проецировать на то, что сейчас называют data science. Грубо говоря, big data, data science, это как вот, мне кажется, это некий такой пузырь ожиданий. Думаешь, он скоро лопнет? Ну, он не то, что лопнет, он будет деформироваться. И в итоге все равно останутся навыки, которые человеку действительно могут быть нужны во многих вещах. Буквально недавно Mail.ru сделала очень интересный проект. Многие сотрудники разъехались по родным школам и поговорили вообще об IT-профессиях будущего. Как ты думаешь, как твоя профессия изменится через 10 лет? Ну, во всяком случае, наша аудитория слышала кучу идей, связанных с развитием робототехники, с развитием искусственного интеллекта, что весь примитивный труд будут делать роботы, что там куча профессий исчезнет, что очень сильно будет изменена не только социальная структура общества, но, возможно, даже психология общества. Но в целом, мне кажется, эти люди забывают об одном, о том, что человеческий материал, он достаточно инертный. И существуют просто какие-то тренды устойчивого развития. Вот мне кажется, что тут важно вот именно этот тренд сохранить. То есть не допускать резких революционных изменений, с одной стороны, а с другой стороны понимать, что, возможно, мы от этого защищены в силу просто своей инерции, инерции психологии и своей биологии. Побуду немножко футурологом и расскажу о том, как я для себя вижу будущее. И хочу послушать твое мнение по этому поводу. Представь, что рано или поздно мы все окажемся в какой-то VR-среде, потому что сейчас он активно набирает обороты. Фейсбук буквально недавно представил Oculus Go, который будет стоить 200 долларов и доступен каждому. Сейчас уже он им представляет какие-то системы виртуальной реальности, где ты можешь встретиться со своими друзьями, вообще пообщаться с ними. Зачем нужно будет вообще человек выходить из дома? И тем более ты говоришь о человеческой инертности. Идеальный вариант. Ничего не нужно делать. Одел шлем. И ты там, где ты хочешь. В некотором плане люди и так живут в VR-среде просто. Ну и жили всю жизнь. Жили уже достаточно много. С момента появления книг. Такие вещи, как книги, театры, музыка. То есть ты мог одеть наушники в автобусе, не знаю, там, в 70-е. И также погрузиться в свою VR-среду. Ты мог читать книгу и как бы, собственно, жить жизнью героев, которых ты читаешь. Тут, мне кажется, больше интерфейс, да, интерфейс улучшится. А вот наполнение, мне кажется, уже это все и так есть. Возможно, тот же Facebook с этим устройством, он пытается это все просто упаковать в какую-то красивую упаковку и продать всем. До этого это не требовалось продавать всем. Кто-то покупал книги, кто-то покупал фильм, кто-то покупал там пластинку. А сейчас это как бы, ну, такой модный тренд. Все хотят одновременно читать книгу, слушать музыку. И должно им всем казаться, что он не едет в электричке, а там летит на облаках и заодно какие-нибудь биткоины зарабатывает. Ну вот, грубо. То есть просто вовлечение в это. А это связано на самом деле с чем? С тем, что меняется спектр занятости людей. Очень мало людей вовлечено в сельское хозяйство. Очень мало людей вовлечено в работу на заводе. Очень мало людей вовлечено даже в некотором плане в обучение. Сейчас обучение, вместо обучения подается некое такое ощущение легкости, что не надо читать какие-то нудные, непонятные книги. А вот можно послушать там пару курсов на Курсере, и ты уже там специалист офигенного разряда. Ну вот, это как одна крайность. Безусловно, есть серьезная наука, серьезное образование. Но вот она доступна, и всегда была доступна, и будет доступна меньшинству. Как есть вот какие-то оценки, что по хорошему математические абстракции может понимать там 5-10% популяции. Но эта идея сейчас, что математика это круто, что там smart is the new sexy и так далее, просто популяризуется и стала доступна всем. А 90% популяции эти идеи могут переварить и понять только в очень сильно упрощенном виде. как мороженое, как конфеты для детей. Соответственно, их надо упаковывать. Не просто сказать, парень, читай книгу и представляй, что ты находишься там в VR. А ему говорят, а ты вот одень это такие специальные устройства себе на голову, и ты будешь там в VR. Ну вот, я думаю, Паш, лично ты понял меня. Надеюсь, наши зрители тоже нас поймут. А вот что нужно сделать, чтобы дорасти до настоящего, до высокого уровня? Ну вот в машин-ленинге, в дата-сайенсе? Надо, во-первых, интересоваться этим, в некотором плане болеть этим, быть, может быть, даже трудоголиком, любить, относиться к этому, что ты как поэзии. Ты пишешь код, ты решаешь задачу и считай, что раньше люди выражали себя, рисовали картину, писали стихи, а ты себя выражаешь вот таким образом. Решай конкретные задачи, и плюс, если удается их сразу продавать кому-то, то есть ты видишь непосредственно, не в надежде, что через 200 лет, там, картина станет стоить миллионы долларов, а уже сейчас ты решил конкретную задачу, и какой-то там партнер или заказчик ее использует и демонстрирует прирост эффективности, там, повышение КПД или денег. Давай проведем для наших зрителей небольшой конкурс. У тебя есть какое-нибудь задание и, может быть, подарок? Шуточное задание пусть будет. Будет или написать хокку небольшое, там, в три строчки, или же какой-нибудь короткий, но культурный анекдот, как вариант. А подарком будет что-нибудь из нашего корпоративного магазина, возможно, рюкзак с символикой ML.ru. Нормальный? Отлично. Оставляйте свои хокку и анекдоты, Игорь выберет лучший, и мы отправим вам подарок. А как ты проводишь собеседование? Я встречаюсь с человеком, встречу организует наш HR-департамент. Я начинаю с ним разговаривать, смотрю на него, пытаюсь понять, соответствует ли то, что он о себе заявил в резюме, каким-то его внутренним данным. Плюс задаю вопросы, возможно, не относящиеся к теме, чтобы понять общий, так сказать, уровень развития человека, уровень его культуры, его кругозор. Ну вот, и стараюсь, конечно, чтобы он чувствовал себя при этом комфортно. Объясняю ему, что ничего сложного в этом нет, что просто надо действительно хотеть этим заниматься. У нас, кстати, есть резюме одного из наших зрителей. Может быть, ты посмотришь и дашь какие-то рекомендации или советы, скажешь, нравится оно тебе или нет. У меня в руках резюме человека на должность аналитик, программист, бигдата, датамайнинг, предиктивное моделирование, оптимизация. Надо добавлять больше конкретики. Такие слова, как расчет разнообразной статистики для профилей пользователей соцсетей на распределенном кластере звучит... Это сложно, сложно в данном случае, потому что, возможно, у него есть какие-то ограничения на нераспространение, нельзя это все писать в резюме, но вот надо постараться, чтобы какие-то конкретные задачи решенные были каким-то образом отражены в резюме. Иначе это просто превращается в среднестатистическое резюме, которое пролистывается, и на него обращаешь внимание, только если на него обратил внимание HR, или если ты фамилию человека знаешь, или сможешь спросить у кого-то из своих коллег, что знаешь этого? А, ну знаешь, значит, позовем. Вот так. Второй момент. Мне кажется, резюме не должно быть слишком перегружено в прошлое. То есть вот плохо, когда самый свежий опыт, там 5 строк, а вот туда листаешь назад, и там становится 10 строк, 20 строк и так далее. Мне кажется, это тоже не совсем правильно. Надо демонстрировать, что ты сейчас активно занят тем, на что хочешь идти работать. Оно должно предполагать, что человек, который читает, не требует расшифровки. То есть когда вот там пишут питон, а потом в скобках кучу-кучу всего, достаточно перечислить там питон, нам писцы, пи, там, матплот, лип, точка. То есть как-то это все должно быть сжато. Не должно быть комментарий на русском языке рядом с названиями, там, библиотек на английском. Чем писать слова «Академический кругозор» можно дать просто список своих публикаций. Но мне кажется, этого будет достаточно. А в целом, конечно, в любом случае, только в результате общения с человеком, когда ему можно будет дать конкретную задачу, прямо сейчас решить, и тогда момент истины наступит. Игорь, у нас есть вопрос от зрителя, которому очень интересно. А как правильно выбрать или поставить цели себе и целой команде? Во-первых, надо добиться понимания общей цели. Общая цель, она будет отвечать за стратегию развития и позволит там какой-то план на год, например, а то и на два года составить. Это, мне кажется, важно. А потом уже на вот этот большой, так сказать, цикл накладывать какие-то эпициклы разработки. То есть там, например, какие-то эпики разработки на месяц. То есть ты примерно можешь уже разделить эту длинную задачу на какие-то участки, соответственно, с определенными целями, какие можно достичь. Но это уже стандартный тот же механизм Jira позволяет сделать. То есть получается общая стратегия, проект или продукт, его бьешь на эпики, а внутри эпиков можно решать конкретные задачи по тому же аджайлу. Помогало ли тебе машинное обучение в реальной жизни? Может быть, ты решил какой-то кейс для себя или как-то что-то автоматизировал, что-то придумал интересное? Не, ну для личной жизни, например, я езжу на работу на машине и, безусловно, выбираю тот путь. Я не пользуюсь навигатором, не пользуюсь никакими, ну просто как-то мне нравится, не зависит от ничего. Примерно ориентируясь на статистику в какие дни, какая загрузка, просто решаешь в уме эту задачу и едешь на работу. Ну, грубо так. У нас, кстати, есть интересная задача про статистику. Мы попробуем ее решить. Давай. Давай решим с тобой задачку собеседования. Представь, что у нас есть синоптик, который каждый день собирает какие-то данные, ну, например, барометрические, и предсказывает, будет ли сегодня дождь или будет солнечная погода. У него есть измерение за N лет и матрица штрафов. То есть если он правильно предсказывает, что сегодня будет хорошая погода, он получает бонус. Если он правильно предсказывает, что сегодня будет дождь, он тоже получает бонус. Но если он предсказывает, что будет дождь, а погода будет хорошая, он получает небольшой штраф. Но если он предскажет, что будет хорошая погода, но окажется дождь, люди потенциально могут простыть, заболеть, промокнуть, он получит большой штраф. хорошо задача в принципе понятно фактически на входе имеем некую фичу то есть переменную от которой зависит наша целевая переменная являющаяся вероятностью того что будет дождь или или ясная погода и имеем выборку ретроспективных данных где у нас в качестве x будут какие-то барометрические данные например скорость изменения барометрического давления мы так и обозначим через параметр там п а в качестве целевой перемены это соответственно флаг там 0 1 где 0 пусть будет обозначать ясную погоду и единица будет обозначать дождливую вот у нас есть выборка размером n ну и тут какой-то там тоже был один вот так же у нас есть некая матрица штрафов и и запишем следующим образом где соответственно c00 это есть штраф за то что штраф или бонус за то что синоптик предсказал события 0 а свершилось также события 0 ну и соответственно то что на диагонали этой матрицы это это его бонусы а то что не на диагонали это соответственно ошибка 1 2 рода когда он предсказал дождь наступил была ясная погода и наоборот это его штрафы вот такое решение надо строить как некую стратегию которая позволит минимизировать его риск риск это есть произведение матрицы штрафов на матрицу соответственных соответствующих вероятностей то есть и учитывающих априорное распределение априорное распределение мы можем посчитать априорное распределение я имею ввиду дождливых и ясных дней просто найдя статистику сколько у нас было в прошлом нулей единиц были у тебя в работе какие-то ситуации когда тебе нужно было что-то решить очень быстро или когда результат твоей работы что-то сломал такие вот авралы фокапы до бывало более того это кажется было 31 декабря как-то потребовалось так раньше времени не начинать праздник празднования ну это мне кажется у всех случалось можно сказать об этом случае как-то есть не справился там случилось так партнер который подключен был к нашему api он написал что у него есть проблемы пришлось выйти соответственно в сеть связаться через агент через коммуникатор с парой коллег еще которые в это вовлечены там созвониться быстренько внести несколько исправлений в код там закоммитить дернуть админа чтобы он там сделал выкладку что-то в этом роде хотя это был даже как бы фриз на тот момент ну то есть вот так вот такое пришлось там всех напрячь ну и небольшой блиц опрос какая последняя книга которую ты прочитал наверное больше сейчас читаю джиру и конфликции сколько у тебя научных увлекаций больше десяти а публичных выступлений ну тоже может порядка десяти что лучше тиан или тензерфлоу тиана на что тебе не хватает зарплат не могу ответить на этот вопрос стартап или большая компания большая компания покупать или продавать биткоины ничего не делать а у тебя есть биткоин нет вообще не интересуюсь не интересуюсь на студии был игорь кретинин руководитель группы предъективной аналитики спасибо игорь спасибо а вы отвечаете на наш вопрос присылайте свое резюме ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал